Был завербован Управлением Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Татарстан в 2005 году. С 2014 года я выехал с территории России с целью ведения работы по поиску информации и привлечения источников информации в различные государства. Непосредственным моим куратором с 2019 года является Шипулин Александр Владимирович, представлявшийся начальником отдела Казанского института евразийских и международных исследований. Задача, поставленная Шипулиным передо мной, была выход на контакт с лицами в Республике Беларусь через ордены государственной власти Республики Беларусь, получение информации об их деятельности, а также о политической деятельности в Республике Беларусь, о мерах, принятых по преодолению Республики Беларусь миграционного кризиса, деятельности оппозиционных политических партий, экономической ситуации в Республике Беларусь, а также дальнейших перспектив деятельности президента Лукашенко и его сыновей, а также правоохранительных органов Республики Беларусь. В 2020 году Шипулин ставил передо мной задачу поиска информации о размещении на территории Украины микробиологических исследовательских лабораторий двойного назначения. В 2021 году Шипулин, а также и ранее, с 2019 года, с мая, Шипулин ставил передо мной задачу поиска информации о деятельности политических партий Украины, высших органов государственной власти Украины и кабинетах министров Украины и Верховной Рады Украины. Кроме того, Шипулин интересовала общая политическая и социальная обстановка на территории Украины, отношение граждан Украины к преступной деятельности Российской Федерации, проявлявшейся уже в то время, а также лично к международным преступлениям псевдопрезидента Путина. В конце 2021 года Шипулин поставил передо мной задачу размещения в ряде средств массовой информации Украины антиукраинского агитационного материала, содержащего вопросы о том, смогут ли граждане Украины самостоятельно избавиться от так называемых националистических объединений, смогут ли они оказать поддержку российским войскам, вторжимся на территорию Украины.